Горем и ужасом на судьбах многих людей отпечаталась блокада Ленинграда. Особая ноша легла на плечи малышей. Война лишила их самого дорогого – детства. Она заставила повзрослеть их намного раньше и обязала бороться за выживание на уровне взрослых. Об этом каждый раз со слезами на глазах нам рассказывают ветераны, которые пережили все тяжести Великой Отечественной войны. «Когда началась война, мне было три года. И мы были с бабушкой. И в 43-м году нас эвакуировали, меня и брата». Антонина Васильевна вспоминает, что их вывозили целыми баржами – сначала малышей, потом детей постарше. Плыть было тяжело и страшно. Артобстрелы и контратаки не прекращались. Смерть неслась со всех сторон. И, как рассказывает женщина, потери сбежать было невозможно. «У нас погибли самые маленькие дети, когда они даже ещё не тонули, а вот были на поверхности. И погибло у нас ещё наше имущество». Уже после страшных пережитых потрясений Антонина Васильевна и её брата привезли в Нижний Новгород. На тот момент ещё город Горький. И всех детей, которые остались без попечения родителей, старались распределить по сельским местностям. «И мы попали, значит, самые маленькие, мы попали в Клин. Это Вачевский район Нижегородской области, ну, Горьковской области. Постарше нас школьники попали рядом Яковцево. Потом через полгода нас всех, когда нам здание предоставили многоэтажку со всех сёл, нас ленинградцев перевезли вот в это Филинское». Женщина вспоминает, что в детском доме к ней и её соратникам относились хорошо. На протяжении нескольких лет они росли единой семьёй. И каждый из детей старался помогать в меру своих сил. Уже после выпуска все разбрелись по разным городам России. И только спустя больше полувека все ребята смогли собраться за одним столом и вспомнить былые времена. «Плохого я не могу ничего сказать. По жизни у меня такого уже плохого, чтоб, как говорится, не было у меня. Дружно мы жили дружно, дружили. И очень, конечно, переживала, когда я не могла с нами, ну, связаться, со всей вот группой связаться. И только встретилась с ними через 50 с лишним лет». В этом году Антонина Васильевна готовится отметить свой 80-й день рождения. Праздновать его она планирует в кругу своей большой любимой семьи. Она вместе с мужем воспитала двоих детей, а сегодня нянчится с внуками и правнуками. «Всё сложилось у меня нормально. Я считаю, что я счастливый человек». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова